Приветствую вас! Вы знаете, вы задаете такой большой вопрос, достаточно крупный по тексту, вот, и извиняетесь за то, что он длинный, но вам хотелось бы максимально подробно описать ситуацию. И, вы знаете, я понимаю вашего сына, почему он такой, как вы его описали, потому что в вашей семье никто не говорит о чувствах, ни вы, ни муж, а у него это проявляется в виде срывов. И, вы знаете, когда я прочитал ваш текст, я прочитал ответы коллег, я подумал, что, ну вот, коллега Светлана ответила вам лучше силу. В плане того, что она, в общем-то, давай, квинтуссенции того, что можно сказать. Именно по факту, именно по вашему вопросу конкретно. Так, так и так. Ну и, собственно, на этом можно было бы закончить. Если бы меня не посвящало, не посвящилось чувство, что вас никто не слушает. Вас не слушает муж, не знаю, есть у вас друзья, но нет ощущения, что вас кто-то слушает. Нет ощущения, что вы привыкли говорить о своих чувствах. И складывается такое ощущение, что рассказывая нам о проблеме своего сына, вы говорите о себе. Да, сын вас волнует, да, сына вы любите, но говорите вы о себе, а не о нем. То есть, через него вы говорите о себе. Это, к сожалению, тоже плохой знак. Потому что именно вам нужно в первую очередь походить на регулярные занятия с психологом и восстановить свою эмоциональную ткань, Чувственную ткань, самооценку, уверенность в себе и, самое главное, доверие. Доверие, опять же, самой себе. Потому что этого мне бы казалось, а вас нет. Опять же, я мог бы ограничиться только дублированием ответов Светланы, но думаю, что вы хотели бы за... Ну, хотели бы разные ответы вы слышите на свой вопрос, поэтому я постараюсь вам ответить по-другому. В чем-то я со Светланой соглашусь, в чем-то я с ней не соглашусь. И это нормально. Это нормально. Но вот сразу хочу сказать, что вот ответ Светланы – это лучшее именно по важному вопросу. То есть, она сказала у нас все правильно, как по учебнику. Другое дело, что, может быть, вам это не подходит. Ну, давайте посмотрим. Вот. Итак. Муж пьет редко, но это бесплатно. Сегодня сын его видел в непотребном состоянии. Как правильно я смогу поступить в этой ситуации? Так. Ну, мужа я трогать пока не буду. Там вы свою историю рассказываете. Сегодня сын его видел в непотребном состоянии. Я скажу. Что я здесь увидел? Здесь я увидел желание, некое желание идеализировать родителей. То есть, делать так, чтобы ваш сын только родителей видел. Чтобы он не видел людей в родителях. Вот, есть у меня такое ощущение, что ни вас, ни отца мальчик не воспринимает, как человек. Отец для него это отец, мать для него это мать, то они люди, то они имеют слабости, то они могут быть в непотребном состоянии, что вы, что он. Ну, естественно, в границах. В границах. Но об этом я скажу еще. Не забейте с выводами. Предупреждаю сразу, что я не поддерживаю поведение вашего мужа и думаю, что оно неприемлемо. Надо так, чтобы вы не настраивались сразу против меня. Но, сама идея, сама идея. Сын должен видеть своих родителей слабыми. Сын должен знать, что это люди. И он не должен видеть в них только родителей. Это вам так. На будущее. Чтобы вы не стесняли своему сыну что-то говорить, чтобы он видел вас слабые. И говорите, что и его отец тоже бывает слабым. И что это, как ни странно, нормально. Но слабость бывает даже. И то, насколько слабым является отец, говорит о его определенных проблемах, конфликтах. Не просто так он начал пить. Правильно. О его культурном уровне определенном. О его уважении к себе, к вам, к сыну. О его взглядах. И вот что странно. Когда он выпивает мучь, он делает все эти вещи, которые бы в этом состоянии себе не позволил. Значит, у него очень много зажимов. У вас много зажимов. Но вы не позволяете себе быть такой, какая вы есть. У вас куча сомнений в себе. У вас неуверенность в себе. И естественно, что ваш ребенок, он, по сути, такой же. Он, по сути, такой же. Только как ребенок, он не привык еще с этим жить. А ты на слезы, аутоагрессия, заброзы и так далее. Но в взрослом состоянии все будет более глубже, менее на поверхности. Это я к тому, что о сынух нужно говорить. И это я к тому, что нет ничего плохого в том, что Сын видит кого-то в непотребном состоянии. Он должен знать, что люди бывают такими. А вот в жизни ему придется это видеть без вас. Кстати, скажите, вот вам еще одна интересная мысль. Ну, на мой взгляд, интересная мысль. Как вы думаете, будет жить ваш сын через десять лет? А через двадцать? А когда вас не будет? Попробуйте себе ответить на этот вопрос. И попробуйте представить, попробуйте подумать, что вы сделали для того, чтобы сын был хороший. Чтобы сын был хорошо без вас. Какая будет девочка у вашего сына? Каково будет строить ему отношение с девушками? Да? Вы просто подумайте об этом. И кто из вас? И что? Кто из вас сделал для этого? Об этом я еще что-нибудь скажу. Как правильнее поступить в такой ситуации? Говоря правильнее, вы имеете в виду, скорее всего, то, что вы хотите поступить так, чтобы было меньше негатива. Да? То есть, чтобы кто-то был, ну, чтобы все были довольны. Чтобы с минимумом вреда было, да? Для ребенка, для отца, для вас. Ну, так вот. Такого варианта нет. Потому что вы правы в том, что если вы уйдете, если вы себя заведете, сын будет с вами, он потеряет отца. Ну, как потеряет. Конечно, отец может не видеться. Конечно, отец будет платить алименты. Это однозначно. Но, вот, будет ли отец относиться к нему так же, сомнительно. Он горлый отец. Мужчина. Классический мужчина. Патриарх, как вы говорите. И если вы с него уйдете, то можно задать его гордость, и с сыном она общаться не будет. И вот тогда сын, да, будет высказывать вам ненаводство. Согласен. Нормально ли это? Правильно ли это для, ну, для ребенка, для мальчика, высказывать ненаводство поведением родителей? Правильно ли критиковать родителя за то, что он сделал родителей? На мой взгляд, правильно. Потому что родители тоже тоже люди. И они не могут всегда поступать только правильно. И вот это то, что я хочу, чтобы вы поняли. Правильных, правильных поступков, правильных решений здесь нет. Останитесь с отцом и вашим мужем. Ну, у вашего сына будет идеалом искового поведения. У вашего сына будет стимул к тому, чтобы быть мужчиной. Да, он будет плакать, он будет какие-то вещи пытаться делать. Вот. И так далее. И так далее. Он будет обеспечен. У него будет всё. Значит, если вы уйдете, все будет спокойнее психологически. То есть, понимаете, много потерять. В любом случае. В каждом из вариантов потерять много. И здесь, скорее, вопрос решается не так. Правильно или неправильно. В теории вы можете прожить с мужем. А на чьи деньги, если у вас есть, например, опрашивать ему психологом. В теории вы можете уходить на тот день, как вам советуют многие коллеги. Ну, по крайней мере, вот на момент завтра все 20 ответов у вас было 4 комментария. И, да, почти везде вроде бы рекомендуют именно это. Но, тем не менее. Понимаете, нет правильного речи с ним. Зависит всё от того, какая у вас ценность. Если ценность деньги, значит оставьтесь с деньгами. И тут важно понимать, что нельзя ценности свои изменять. Если деньги для вас важны. Если вы считаете, что деньги это важно. Это самое важное. То, если вы уйдёте от мужа для ребёнка. То вы счастливее не станете. Из-за этого. Вы будете коррировать себя за то, что вот у вашего сына ничего нет. Вот у вашего сына недостаточный уровень жизни. И, как вы говорите, китайская звонилка с Алиэкспресс. И слава богу, кстати, что китайская звонилка с Алиэкспресс. Потому что современные дети только делают, что сидят в телефоне. И не только дети. Вы такого хотите для своего ребёнка? Ну, это уже отдельный вопрос. Тоже отдельный вопрос. То есть, всё зависит от ценности. Если у вас на первом месте всё же духовное. А материально идёт вторично. То, уйдя, вы будете счастливее. То есть, опять же. Здесь нету чёткого варианта одного. Подумайте. Какой вариант сделать счастливее вас? Спокойнее. Менее напряжённый в плане нервов. Этот вариант вам нужно выбрать. И не важно, что он станет сын. Не важно, как он будет реагировать. Понимаете? Ценность. Вот что важно. Валя. Значит. Я фрилансер. Это важно. Это значит, что сегодня деньги есть, завтра нет. Ну. Вроде бы, вы описываете своё профессиональное поле. Такая, знаете, нестабильность получается. Обычно фрилансеры либо обзаводятся большим количеством клиентов постоянных. Либо бизнес свой открывают. Небольшой. Небольшой. Но бизнес. Небольшой. Либо как удачно укладывают деньги, которые заработают. То есть, вот так вот. И к тому, что вас само устраивает, что вы фрилансеры, что у вас нестабильный доход. Именно вас. Чем обусловлен выбор вашей профессии? Ну, ваш сын уже достаточно взрослый. И, я думаю, можно посидеть один и совершенно спокойно всё будет с этим. Хотите ли вы работать так? Или вы видите себя в другой сфере? Или вы вообще себя никакой сфере не видите и поэтому выбрали фрилансер? Тут вот не очень понятно. Но в любом случае, опять же. Опять же. Если вас фрилансер строит, то не важно, есть деньги или нет. Будучи фрилансером, вы сделаете так, чтобы деньги были всегда. Просто потому, что вы фрилансер. Не уношу пьяных людей. Ну, тут, как говорится, смерть в карьере. Ни в каком количестве, ни в каком виде. А почему? Почему так? Значит, вот интересная получается штука. Не уношу пьяных людей. Значит, был негативный опыт. Был негативный опыт, скорее всего, в вашей семье. И что мы здесь имеем? Что вы пошлите с мужем, с мужчиной, который пьет. Да еще как пьет. Вот и вопрос. От чего бежим? К тому и приходим. Это вам. К размышлению. То, чего вы боитесь. То, чего вы не переносите. Что к вам элитность. Подумайте, почему. А потому что, видите ли. Это ваша проблема. Что вы не выносите пьяных людей. Это ваша проблема. Что вы не можете относиться к ним равнодушно. И это ваша проблема. Что у вас к ним есть эмоциональное выражение. И подсознательно, интуитивно вы будете выбирать тех мужчин, у которых есть проблемы с алкоголом. Потому что к этому у вас эмоциональное проявление. Если вы будете относиться к пьяным людям ровно. Вообще ровно. Не будет вас трогать. Привозится вообще на никак. То, ваша жизнь улучшится. Изменится. Но для этого нужно понять, почему пьяные люди вас так раздражают. 7 лет. Интеллектуальный развитие выше нормы. Боязливый склонен к неврозам. При малейшей проблеме откажется от еды, молчаливые слезы, тихо-тихо, аутоагрессия. При вашей проблеме неконтролируемая истерика на работу. Я ошибусь, я тебе скажу, что ваш сын, он постоянно в себе. Такой вот откровенный, неиграющий, не прыгающий, не свободный. Я ошибусь, если скажу, что он много читает. Я ошибусь, если скажу, что он послушный. Я ошибусь, если скажу, что ваш сын спокойный, может сидеть на одном месте долго и, ну, в общем, ничего не делать. Такой удобный взрослый мальчик. Это я вам не в укоро говорю. Это я вам не в укоро говорю. Это я вам говорю к тому, что интроверт, ваш сын, А интровертам тяжело в реальном мире. Потому что надо же с людьми взаимодействовать как-то. А взаимодействовать не будет. Не смотрят. У него были проблемы с этим. Вот и подумайте, пожалуйста, об этом. Я вас не пугаю. Просто готовлю. Готовлю к тому, что будет. Тяжело. Ему придет коллектив. Он боязливый. А молчаливый, как я понял. Склонен к неврозам. Довольно кто-то интересно. Склонен к неврозам. Склонен к неврозам. Склонен к неврозам. Ну, конечно. Ну, хорошо. В любом случае мысли мои, надеюсь, вы поняли. На 15 лет старше меня мой супруг. Если вы, патриарх один день в году пьет. Классная характеристика, конечно. Больше вы про него вообще ничего не пить. Я проведал его на 15 лет старше и патриархами, и так далее. Про себя сказали, что хоть и сказали, что работает. И что не выносите пьяных людей. А про супруга. Ну и понимаете, да? Ни в каком виде пьяных людей не выносите, а супруг пьет. Парадокс. Дальше. Чем обусловлен возраст вашего мужа? Такой большой. На 15 лет старше. Парадокс. А это считается заправцем. Да. Это заправцем. И при отсутствии я думаю, что вы не любите пьяных людей. Ну или при кого-то из родственников, либо из детского что-то. Парадокс. А тут такая история. Неприятно. Что в своем супруге вы... Отца видите. Вполне возможно, я наведил себя так же, как ваш хотел. Но это конечно не точно. Тут есть много разных нюансов. Когда вы познакомились с супругом, он не употреблял спиртное. Кстати, вы пишете... У вас такой стиль написания, что мне кажется, вы довольно хироничный человек. Я вам отвечу, наверное, так же. А вот вы у всех мужчин, с которыми знакомились, спрашивали про алкоголь или как? Ну естественно, когда мужчина знакомится с девочкой, он не пьяный. И как бы в следующее время какое-то, тоже не пьяный. Но если на девочку внимание произвести, впечатление произвести, что было бы странно, если бы он употреблял спиртное. Как выяснилось позже, потому что он был закодирован. Ну и вот здесь вам по-хорошему сразу, как только вы узнали, что он закодирован, нужно было от него уходить. Вот в этом месте. Ну и тогда бы истории не было бы. Вот этой жизни всей. И вопроса не было бы, и вас бы здесь не было, не было бы. И ребенка вашего не было бы. Такого, такого возможно. Понимаете? Понимаете, как интересно происходят связи? Вы чего-то не любите, вы чего-то не приносите, но выйдете сразу на это. Но это вопрос только зачем? Почему? Согнал ли идти на сближение с тем, кто патриархален, кто старше вас, а на этот случай с вас не будет, и вы знали это? Было бы странно, если бы мужчина старше женщины на 15 лет слушал ее. Тем более в том, что касается алкоголя. В общем, как вы понимаете, здесь вам самый главный вопрос. Наверное, зависит мой ответ. Почему вы не учили? Не учили. Тогда же. Как только срок кодировки спал, супруг ударился на 32, он уже был вашим мужем, получается. Безжирная пьяница. Месяца два это продолжалось. После чего я поставил ультимат. Или снова кодированный, или развод. Муж выбрал медикаментозное кодирование. Так, ну вот вы уже ставите ультимат. То есть условия. Что это за любовь такая условная? Тоже не очень понятно. Муж выбрал медикаментозное кодирование. Потом еще раз. На бреде сорвался во время действия препарата. Понял, что пить можно не умрет. Ну это, в общем, вполне нормально. Да, так обычно и бывает. К тому времени у нас уже родился ребенок. И идти было не так просто. А когда ребенка вы сделали, вы о чем думали? Нет, серьезно, я вас не обвиняю на самом деле. Мне просто хотелось бы, чтобы вы сами для себя какую-то вот единую такую цепочку событий провели. Вот я не люблю пьяных. Я встречаюсь с мужчиной, узнаю, что он декодировал. Значит он пьет. И пьет скорее словно много раз кодируется. Я странно продолжаю с ним встретиться. Он, кодировка спадает, он срывается, начинает пить. Потом кодируется. Я правда не знаю на сколько кодировка бывает, но я думаю точно не на пару недель. Не помню то есть на сколько. Вот. Значит он кодируется один раз, второй раз. Я все это время с ним. И дальше с вашим ребенком. При том-то мой муж на кодировках. То есть сам он не справляется. При этом у него безодельственное пьянство. Вот вы подумайте только, какая ваша позиция во всем этом. Просто подумайте, вы можете мне на это не отвечать. Вы можете как бы никому не отвечать. Ну просто сами подумайте. Где единая линия вашей позиции? Ее нет. По крайней мере я ее не вижу. А значит есть противоречия. А значит эти противоречия отправляют вам жизнь. Зачем я и говорю. Эти противоречия нужно снимать. Само времени так. Учебы его не просто. Ну вот здесь у нас сразу начинается. Берненская схема. Да, но. То есть уйти раньше надо было, но. Уйти сейчас надо, но. И так далее, и так далее. Да, но. Постоянные какие-то препятствия вы ищите. Для того, чтобы вы решили решительный шаг. А значит. Значит. Вы либо не хотите, либо чего-то боитесь. А чего он мне собственно тогда и заявил. Может буду делать что хочу, никуда от меня не денешься. Поэтому в этот раз запу и продавался дольше. Несколько месяцев. Пока я не поняла кончательности, жить с этим не смогу. Какие бы сложности это не целило. Ну. Я вам именно об этом в принципе и сказал, да. По поводу сложности и по поводу того, что. Что вам как бы немножко. Раньше нужно было думать об этом направлении. Сначала был разговор. После чего мужик клятвенно пообещал, что больше никогда и не за что. Ну. Ну. Как-то странно здесь получается. Со мной все. Он заявляет вам, что будет делать что хочет. Что вы от него никогда не денетесь. Доктор. Он так и означает, что вы ему нужны. Ну. В общем и целом. Как любому патриарху. Ему нужно кем командовать. Далее у вас разговор. И он вам обещает. Какая резко очень переменная перемена. Не находите? Осталось под честное слово. В истории, конечно, я хотелось бы спросить. Почему поверили ему. Любовь, чтобы время не прошла. Было бы странно, если бы не прошла. Да нет. Вы знаете. Как раз таки странно, что она прошла. Не хочется вас застраивать. Но если любовь прошла, значит и не любовь была. Вовс. А если любовь прошла и вы остались. Тогда что вы не любите себя. Потому что только человек, который не любит себя, может остаться с нелюбимым человеком. И не важно здесь ради кого. Ради сына. Ради себя. Или просто бы нам это неприятие было настолько сильное, чтобы не попробовать сохранить семью. Что не важно? Важен сам факт. Ваш духовный уровень. Духовная организация. Ваши ценности. О которых я сказал в начале. Вот что важно. Неприятие, да. Неприятие была не настолько сильное. Но при этом вы говорите, что у вас полное недопонимание во всем. Здравствуйте. К чему такие жертвы? К чему ребенка вы наделяете такой ответственностью? То есть вы это все делали для него? Здесь конечно можно задать вопрос. Если вы это делали для него. Желаете ли вы что-то получить взамен от ребенка? Ну вы можете сказать нет. Вы можете сказать да. Ваша позиция может меняться. Но вы совершенно точно не сможете ответить на такой вопрос. Ребенка. А я вас просил. Кстати. Ребенка не просил вас, чтобы вы жертвовали собой ради него. Ребенка точно не просил вас, чтобы вы ради него причиняли ему же такую боль. Как описывала Светлана в своем ответе. Он маленький, все понимал, все чувствовал и так далее. Да, вы этого не знали. Но вряд ли вы смогли не знать того, что с его взрослением ничего не изменится. Вы знали, что все будет так же. И судя по всему, по вашему рассказу, ничего не для того, чтобы это поменялось. Но вот вам тут все советуют уезжать в этот день Х. А почему вы с отцом не договорились, чтобы он в этот день просто не приходил домой, например. И тогда бы вообще все было хорошо. Но вот только было бы. Было бы хорошо. Было бы хорошо. Большой вопрос. Потому что думается мне, что в любом случае хорошо бы не было. Да и сын ваш стал таким не из-за пьянок вашего мужа, а из-за другого. Так что проблема алкоголя, это правильно опять же сказала Светлана, всего лишь вершина издрога. Да, на самом деле в другом. И вот теперь, когда мы сказали, что вы как бы сильно спасаете без его спроса, в ущерб ему, здесь я вижу треугольный карман. Вы спаситель сына, все делаете для сына, пытаетесь его оберечь. Сын это жертва, который в другом несчастный, требует опеки, оберегания и вообще не приспособлен к жизни. И вы сказали, что это действительно так, он действительно не приспособлен к жизни. Если вы хотите, чтобы ему было хорошо, то срочно приспосабливайте его к ней. А для этого, как можно чаще отправляйте его в свободное плавание. Самого. Одному. Отдельно, без вас. Пусть учится преодолевать. И так далее. Так, значит, и есть отец. Это тиран. Агрессор. От которого надо сына защищать. Здесь тот момент, что когда вы занимаете роль спасителя, вы берете на себя ответственность, что угодно, вам стыдно за мужа, здравствуйте за сына. Но при этом, как ни парадоксально, плевать на себя. Может быть, я сказал грубо. Но мне это видится так. И то, что вам плевать на себя является самым плохим. Потому что если вам плевать на себя, то и люди вас окружают те же. Такие. Такие. Такие же. Вы думаете, любит себя, сын, сын, ваш? Вы думаете, любит себя, отец, муж ваш? Просто подумайте об этом. Просто подумайте об этом. Просто подумайте. Во-вторых. Любить себя и показывать свои желания. Не бояться их показывать. В-третьих. 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 Воспитывать у сына. Полимерную модель восприятия людей. А не в контексте одной роли. Уфы деньги везя много решают. Да. У сына лучшая одежда, лучшие игрушки. Своя комната, вкусняшки. Сейчас уже и элитная школа. Здорово. А только у него проблемы. У вас в семье проблемы. У мужа проблемы. Вы себя не любите. И зачем вот это все лучше? Зачем? Кому это нужно? Кто от этого счастлив? Ваш ребенок? Который, боязни, вы склонны к неврозам. У которого аутоагрессия. Вы? Который вынужден работать с фрилансером. Несмотря на то, что муж зарабатывает много. Как я понял. Или муж? Которому нужно набиваться до смерти? И после этого разрывать границы. То есть, человек чувствует себя не свободным. Вот и подумайте. Делать ли людей счастливыми материально положение? Или нет? Вы говорите. Максимум, если я смогу ему дать съемную квартиру и китайскую звонилку. А вы думаете ему это от вас надо? Вы серьезно думаете, что ему нужно от вас это? А если подумать? С тех пор можно действительно перестал пить. Почти круглый год, кроме одного дня. Но ровно один раз в год он напивается до состояния полной невменяемости. Вот здесь тоже к вам вопрос. Первое. Как то, что он напивается один раз в год, вписывается в его обещания. Второе. Вы чего ожидали? Ну вот. Говоря о том, что сын увидел его. Странно, что сын увидел его только в 7 лет, а не в 6 и не в 5. Вы чего ожидали-то? Отец станет по-другому себя вести. Почему? Мы что-то сделали, видал, что мы по-другому себя вести. Но я не увидел, по крайней мере. Я не увидел, что вы что-то сделали. Давайте так. А если вы ничего не делали, да, пока предположим, пока предположим, что вы ничего не делали, то можно ли винить отца, да точно он так делает? Грубо говоря, он делает так в 6 лет, да? А на 7-й год вы почему-то вдруг внезапно сказали, все, точка кипения. Но простите, простите. Вот если вы сестра это приносили, и если вы ничего не делали, чтобы эту ситуацию, ну, как бы, убрать, да, у мужа будет логичный вопрос. А почему именно в этот раз? Почему именно сегодня все это устраивает? Вы скажете, ну, тебя сын увидел. И он логично задавал вопрос, а где это было раньше? Почему тебя это волновало только сейчас? Или ты думаешь, что с его взрослением я перестану? Даже если ваш муж старый, ну, предположим, ему 40 или 50, он давно пьет один раз в год. И это никак, абсолютно никак на здоровье не сказывается. Ну, и, собственно, вот, да. По поводу того, что вымерилось с этим, пока ребенок был маленький и ничего не понимал, вам сказала Светлана, и я, в принципе, тоже. Ну, по поводу полной невменяемости, я также не буду ничего комментировать, потому что я сказал уже о том, что, почему вас муж это делает. Вот только не волнует вас это, почему он это делает. Ну, а его не волнует то, что вас никто не слушает, что он вас никто не слушает. Ну, и спрашивается, семья ли это? Нет. У вас коммерческий союз без любви, без гармонии, без тепла, потому что он такой. Только один момент выделю. Вы говорите, что вот он там поливал вас грязью, будучи пьяным, а вы это приглотили. Чья это ответственность? Ваша? Ваша. Раз приглотили, муж подумал, ну, значит, все нормально. Я буду так делать. Мужик, он простой. Если женщина постоянно не говорит ему о том, что так делать нельзя и не проявляет поступками, не доказывает поступками, то есть так и правда делать нельзя. Мужчина будет это делать. Вот вы пишите. С традицией ежегодного загуна не изменится. Она и не изменится. Чем она должна измениться, непонятно. Ну, значит, собственно, вы описываете поведение своего мужа, который просто бунтует против обрыва жизни и проявляет свое желание в свободе, граничащей в купе с нелюбовью к себе. Естественно. Ага, значит, ребенок дать и хотел пойти, отчитать папу, что нельзя отписать на пол. Обстановила. Почему? Ну, пусть бы подошел. Пусть бы увидел. Такое бывает. Травмируешься? Да. Но лучше сейчас. Лучше сейчас. Пока вы рядом. Пока он хочет все объяснить. А представьте, то же самое на улице. Там таки не один, как ваш отец. И там незнакомый дядь. Там ничего никто не объяснит. Вы думаете, там лучше будет? Это вопрос. Почему папа так делает? Почему нельзя его за это ругать? Что ему сказать? Я сказать не могу. А что объяснили-то? Вы не сказали, что объяснили? Вообще, сказать надо было, что отец не понимает, что делает. Он находится в выпивении. Так бывает, когда человек много выпьет алкоголя. И все? Это не папа. Надо было сказать. Это не папа. Это не твой отец. Вот и все. Он не понимает, что делать. Не отдавит себя отец. Сейчас поспит, поспит. И все будет хорошо. Так вам надо было сказать. Без тряски. Без паршивости. Как вы это говорите. Потому что с точки зрения поведения, с точки зрения психологии и физиологии, это именно так. Но вы не можете. Потому что у вас личная неприязнь к этому. И это личная неприязнь к этому. Вот это вот ваше паршивое состояние, по сути тоже невротическое, передается ребенку. Не так на это нужно реагировать. Если по-другому не можете реагировать, то значит так реагировали всегда, на эмоциональном уровне, это передавалось вашему ребенку. Опять же, как сказала Светлана. Понимаете, какая история? Не должно быть паршиво. Не должно быть паршиво. И скрывать нечего. Если плохо, то показите, что плохо. Не бойтесь показать. Не бойтесь проявить вот это вот слабо. Светлана. Хочется поплакать? Плачется. Ребенка, например, скажет маме, что с тобой? Мне грустно. Мне грустно. Это нормально, когда людям грустно, они плачут. И не важно кто ты, мужчина или женщина. Вы этого не делаете. Что, опять же, стимулирует тебе ребенка, потому что тот же самый невроз. Далее. Раскаяние, если что, для этих поступков супруг не испытывает. Ну, как и любой патриарх, это естественно. Ицы не считают, что раз в год можно. Это только раз в год. Обещаться нам нельзя. А вот он был пьяным, не понимал, что делать. А раз в год быть пьяным можно. Потому что только раз в год. Знаете, у вас оброчи счатки постараются раз в год. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Право вашего супруга не испытывает дрожками. Только за землю мы не испытывает. Получилось, что он так отдыхает. Да? Отдыхает. А для чего он так отдыхает? Вопрос. Потому что не отдыхает человек. А если человек не отдыхает за своей семьей? Что стоит эта семья? Логично? Логично. Итак, и так. Сильно питаться. Идет, чтобы папочка единственный, но любит. И больше всего времени отношения хорошие. Мед играет, мед гуляет. Неуверенны, что правильно лечат ребенка этого. Ну, вы лишаете ребенка нервы. Вот именно в том, что вы не уверены проблемам. Ну, вы уже поняли, если будете слышать мой ответ. Вы уже поняли, о чем я говорю. Дело здесь не в том, что вы лишаете ребенка. Чего там. Дело здесь в том, что отца вы его не лишите. А если лишите, то он и никогда не был его отцом. Понимаете? Разводы это неизбежные склоки, ругань, выяснение отношений, тягивая атмосфера. Да нет. Почему? Если вы будете относиться к этому нормально, то склоки будут только с его стороны. Ну, склоки с его стороны, это совсем не то же самое, что склоки с двух сторон, верно? Поэтому вы, опять же, здесь вы типичный спаситель. Вы берете ответственность сразу за всех. Так нельзя. Берите ответственность только за себя. Если склоки, то это вы склоки устраиваете. Если вы ругаете, то это вы ругаетесь. Если вы с ней отношения, то это вы его изнаете отношения. Вы. Не кто-то другой. Вы. Если вам это не нравится, а если бы все думали, что какой-то разводов бы не было, то просто не поступайте так. И все. Зачем, например, предъявлять претензии человеку за то, что вы сами его приняли? Зачем? Зачем? Даже меня, и тот же примыслил о всех этих процедурах, а все они все-таки маленькие еще, и склонен драматизировать, как я уже говорил. Ну, если вы правильно ему все преподнесете, драматизирование будет минимум. Опять же, если послушаетесь в ритуальном и направите все ли к психологу детскому. Что касается процедуры, то процедуры самые обычные, да, не очень приятные, но обычные. И если вы хотите жить счастливо, если для вас важная духовность, как я уже говорил, то на пути к ней никаких препятствий нет. 7 лет и без того переломный воздух в этой школе, плюс в этом году он, домашний ребенок, впервые идет в школу. Это тоже для него опасность будет ударом по психике. Ну, кстати, на самом деле здесь я, пожалуй, могу сказать только то, что школа для ребенка – это необходимая ступень развития, необходимая социализация. И поэтому, да, это будет, может быть, нелегко, но это будет интересно, и ребенок с головой может туда погрузиться. Так что вы сами сейчас драматизируете ситуацию. Никого вы не подскажите. На самом деле, люди разводятся, родители разводятся, и детей это не подкашивает. Главное, как мы это преподнесем. Если сами не будете воспринимать развод, как конец света, а вы его воспринимаете так, из-за денег, то все будет нормально. Дети, ваш ребенок пока еще воспринимают эмоции и настроение, а не слова. Понимаете? Понимаете, о чем это речь? Так. Съемную квартиру хорошую, одежду вкусную, еду, маленькие радости, жизнь сыну обеспечит. А зачем? Зачем? Зачем вот это все? Просто будьте счастливы, обеспечи минимум. Давите ребенку свою ласку, заботу, теплу. Вы такое впечатление пытаетесь отградиться от него материальным, но это не то, что ребенку нужно. У вас уже ребенок достаточно отстраненный, отчужденный, как я понял, весь в себе. Нематериальным тут нужно. Понимаете? Нематериальным. Уровень жизни, к которому он практически с детства привык. Ну, во-первых, он еще в детстве, а во-вторых, как привык, так и отвыкнет. Он не 20-ти, не 25-ти, не всю жизнь прожил, к уровню жизни. Так что и не нужно. А если он предъявит вам, значит, мама, из-за твоих глупых прихотей мы живем в нищете, хотя могли бы в золоте купаться. Это ваша проекция. Вы знаете, это ваша проекция. Это ваша проекция того, что вы сами думаете. Ребенок так не скажет, если вы ему правильно преподносите. Гранат в год. Один день из 365. 0,3% из него времени. Муж не муж. Отец не отец. 99,7% времени из него терпимо. А терпимо это нормально, вы считаете? Терпимо это вообще то, чего вы достойны? Это я к вопросу о любви к себе. А может я не права и не стоит рубить в плеча из-за этих жалких менее 1%? Давайте немножко перефразируем. А может я не права и не стоит рубить из-за этих жалких проявлений вреда моему здоровью, обесцениванию и унижению меня как матери, как женщины, как человека. Вот вам ответ на вопрос. Так. В пользу развода. В общем, я не буду зачистывать первый пункт, но могу сказать, что это вот я сейчас чувствую желание лично ваше, женское и человеческое. Только вы его принижаете. Второе. 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 Второе не так однозначно. С одной стороны, по одной стороне, вы правы. А психологическое здоровье, психическое состояние, абсолютно важно. Но вы немного не в том контексте смотрите. Да, отец может быть перегибает палку, но лишить себя, ваш сын, уметь обрядом, иметь хорошую физическую подготовку тоже, уметь ответить на агрессию, она будет в школе, в любом случае, в любой, какой бы ни было, кто-то нужен. По сути, по сути, во все это тепличное растение, которое вы выросли, и, собственно, которому без вас будет очень тяжело. Я об этом говорил. Поэтому, отчасти вы правы, начать от психического здоровья, но психическое здоровье, оно портится не поведением отца. Отец, он, в принципе, как бы в форме не прав. Именно в форме. А в идее, то он прав. Вот. Другое дело, что вам это не понравится, может быть. Но он прав. А вы правы. В том, что психическое здоровье сына возьмут. Но оно заключается в отношении семьи. Тут у вас нет взаимопонимания ни по одному вопросу. То, что ваша жизнь сводится к обустройству быта и финансового обеспечения с его стороны, это бьет по сыну. Потому что вы лицемеры. Для него никто не говорит о твоих искусствах. Никто друг друга не слышит. И все. Вот вам понравился результат. Такой сын. То, что, значит, ну, он говорит, что как девчонка это, опять же, патриархальное желание отца, ну, проблодить рот. Да. То есть, что вот он хочет, чтобы его наследник, да, был сильным. Он пытается взять у него мужчину. И, конечно, надо все условно принять, что его мальчик другой. Но рациональное здесь наверно в этом есть. Поэтому, поскольку, как бы, ну, вы все равно будете вместе его воспитывать, я думаю, что с отцом лучше поговорить и сказать, что вы все равно согласны с его видением. Вот. Но форму нужно поменять. Она не подходит. Именно форма. Она более деликатная. Ответственно. Слишком, слишком интенсивно это делает. Из-за этого нет результата. Никакого. Ну, вот, вмешиваться вам не стоит. Это однозначно. Вмешиваться вам не стоит. Нужно, чтобы сын сам умел общаться с мужчинами. Я сейчас повторяю. Отец – это лучшее, что может с ним случиться. Физнь будет гораздо хуже. Вы об этом забываете. Мир куда страшнее. Поверьте. Поверьте. В конце концов, я не хочу, чтобы с ними делаться в сегодняшнем состоянии, даже раз в год. Об этом я сказал. Обстраненно, абстрактно немножко, но я сказал. Как бы радость стыдно вам. Ну, вот, в принципе, и подошел к концу ваших вопросов. И подошел к концу мой ответ. Что я могу сказать с конца? Я не ответил на ваш вопрос. Я не дал на него ответа. Но я сделал это сознательно. Мне бы хотелось, чтобы вы, опираясь на мой ответ, восстановили у себя единую позицию, единое мнение, единый взгляд о том, что происходит. Где-то подкорректировали, где-то поправили, и поняли, что для вас важнее. И то, что важнее для вас, то, что сделает счастливой вас, приведет в итоге к тому, что и ваш ребенок будет счастлив. Так уж получилось, что основой моего ответа является ответ Светланы, потому что она написала раньше меня. Вот. Но я ни о чем не делаю. Я ни о чем не делаю. Я надеюсь, что вы услышите меня. Потому что я говорил некоторые вещи, которые вам, возможно, было неприятно слышать. С которыми вы, скорее всего, не согласны. Но поверьте, поверьте, то, что вы не согласны с ними, говорит о том, что это и есть правильно. Именно в этом случае. Именно в случае. В случае с ребенком. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!